Приоритетные направления в работе регионального правительства – поддержка инвестиционной деятельности. На сегодняшний день заключено 32 соглашения. Объем привлеченных инвестиций по этим проектам превышает 72 миллиардов рублей. При этом размер государственной поддержки за счет средств областного бюджета составляет порядка 12 миллиардов рублей. По состоянию на сегодня инвесторами освоено уже более 33 миллиардов рублей капитальных вложений. Фармацевтическая компания «Форд» является одним из крупнейших игроков на инвестиционном рынке региона. Между правительством области и компанией заключено соглашение, в рамках которого до 2022 года планируется выделение господдержки в размере 625 миллиардов рублей. Компания, в свою очередь, обеспечивает налоговое поступление в областную казну и рабочие места жителям города. На сегодняшний момент у нас работают уже более 500 сотрудников. Мы действительно выполнили в прошлом году потребность национального комендаря профилактических перевивок, что составило более 30%. Это, естественно, благодаря местным властям и людям, которые работают на рязанской площадке. В Рязани сотрудники фармацевтической компании «Форд» разработали 4-х валентную вакцину от гриппа. В ближайших планах – компания изготовления и других видов вакцин, например, от краснухи и полиомелита. Компания является крупнейшей в Восточной Европе и продолжает свое развитие. В этом году порядка 23 миллионов вакцин в национальный календарь компания поставила. Это порядка 38% российского рынка. На следующий год планируется увеличение количества вакцин до 30 миллионов. А происходит все вот в этих лабораториях. Здесь проверяют воду на наличие примесей. Сейчас происходит анализ воды очищенной и воды для инъекций, которые используются для производства вакцины нашей. Она анализируется по нескольким показателям. Один из важнейших – это электропроводность. Как выяснилось, электропроводность – важный показатель, обеспечивающий непосредственно проходимость вакцины. А вот здесь – стерильная лаборатория. Костюмы лаборантов делают из того же материала, что и для космонавтов. Задача, надо сказать, у фармацевтов не менее глобальна. После долгого пути вот так выглядит уже преднаполненный шприц с вакциной. Вопреки расхожему мнению, современные вакцины от гриппа не содержат живой вирус гриппа. Они содержат поверхностные внутренние белки разрушенного вируса гриппа. Фактически, здесь – это белковый раствор. Благодаря этой вакцине организм человека вырабатывает антитела, которые и помогают бороться с вирусом гриппа. Помимо того, что Форд обеспечивает вакцинами Россию, планируются поставки в страны ближнего зарубежья. Кроме того, у компании хороший экспортный потенциал, уверяют специалисты. Сейчас ведутся переговоры о выходе продукции на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, Индии и Китая.